Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич и вы на канале Как Похудеть. Я похудела уже на 43 килограмма и в своих видео я делюсь своим личным опытом и, конечно, рецептами. Совсем недавно, в субботу, вы уже видели видео из Магнита, где мы закупили продукты на семью из четырех человек на неделю. И я рассказала, что мы будем готовить плов и, конечно же, обещала вам снять рецепт, что, собственно говоря, и делаю. Вот здесь вы можете найти видео с закупкой продуктов на неделю в Магните, со всеми ценами и с подробным списком и еще там целый рацион на неделю составлен. Давайте теперь посмотрим, что нам потребуется для приготовления плова, потому что готовить мы его будем немного с необычной крупой, без риса. Давайте посмотрим. Для плова мы будем использовать куриное филе. Вы его видели в закупке. Филе у меня один килограмм. Вот он, необычный, непривычный ингредиент. Вместо риса мы с вами будем использовать булгур. Булгур, напомню, это крупа из твердых сортов пшеницы. Конечно же, мы будем использовать лук. У меня две крупненьких морковки. Еще нам понадобятся две столовые ложки растительного масла. У меня самое обычное, подсолнечное. И по вкусу я буду добавлять любимую в нашей семье приправу. Куминзиру мы тоже ее снимали в закупке. Поскольку плов мы будем готовить с куриной грудкой, которая очень нежная, сначала я буду добавлять лук и морковку. Под казаном я уже зажгла огонь. Отправляем лук и морковку, поджариваем. А потом уже будем добавлять мясо для того, чтобы оно осталось нежным и сочным. Сухое мясо нам в плове совсем не нужно. Наливаем две столовые ложки растительного масла сразу в казан, чтобы оно разогревалось, пока мы нарезаем овощи. И начинаю нарезать я овощи с лука. Лук я нарезаю самым обычным средним кубиком. Вот таким средним кубиком мы нарезаем лук. И сразу, не дожидаясь того момента, как нарежем морковку, будем отправлять его в казан. В разогретое масло отправляем лук. Он сразу начинает шкварчать. Это замечательно. Значит, масло у нас разогрето. И мы сейчас с вами приготовим замечательный, ароматный и очень полезный плов. Пока лучок у нас уже начал золотиться, я нарезаю морковку. Морковку для плова я всегда нарезаю вот такой крупной соломкой, потому что для меня морковка это самое вкусное, самое сладкое, что есть в плове. Я обожаю, когда морковь нарезана крупно. Морковку я нарубила. Вот такое огромное количество красивых, ярких, сочных брусочков моркови у меня получилось. Теперь мы еще раз перемешиваем. Немного прибавляем огонь для того, чтобы овощи начали поджариваться. И теперь мы с вами лук и морковку готовим до готовности моркови. Потом будем добавлять куриную грудку. Лук с морковкой уже поджарились около трех минут. Добавляем кумин, перемешиваем и аромат настоящего плова уже наполняет нашу кухню. Теперь буквально полминуты перемешиваем все это и будем уже добавлять мясо, потому что если зиру обжаривать дольше, то она может начать горчить. В общем, нам такого совсем не нужно. С зирой мы поработали. Добавляем килограмм куриного филе. И, конечно же, перемешиваем. Грудки для обжаривания нужно совсем немного времени, поэтому обязательно в процессе нужно посолить. Конечно же, поперчить по вкусу. В принципе, других специй, кроме зиры, соли и перца я не добавляю. Еще раз, конечно же, перемешиваем. Теперь для того, чтобы наш плов получился вкусным, я наливаю сюда литр воды. И сейчас мы с вами, можно сказать, даже бульон или зирвак для плова будем доводить до вкусовой готовности. Сейчас я перемешаю, попробую, как нам такой вкус. И, естественно, сразу солю для того, чтобы и булгур тоже имел насыщенный, пряный и, конечно же, слегка слоноватый вкус. Я попробовала, присаливаю, естественно, по вкусу. Добавляю еще немного перца. В процессе приготовления останется только аромат. Сейчас перемешиваю, и мы с вами уже будем добавлять булгур. Зирвак закипел, потому что я прибавила сейчас огонь. Накрыла казан крышкой. Пора добавлять булгур и ждать уже нашего вкусного ароматного плова. Крышку я открыла, огонь убавила до минимального. На нем мы будем продолжать готовить. И отправляю все 450 граммов булгура в казан. Помогаю себе лопаточкой равномерно распределить. Того, что булгура кажется небольшое количество, бояться совсем не нужно. Он увеличивается в два раза, иногда даже и более. Теперь, конечно, накрываем крышкой и оставляем на медленном огне на 20 минут. Этот вариант базовый. Конечно же, замечательно добавлять в плов чеснок. Но поскольку Злата по-прежнему не ценит приправу, например, чеснок, мы не добавляем. Вы можете по своему вкусу добавить изюм. Это восхитительно. Добавить сухофрукты. Конечно, плов можно также приготовить в мультиварке. В общем, дальше вы уже действуете по вдохновению. И, естественно, исходя из тех ингредиентов, которые оказались у вас. Увидимся через 20 минут для того, чтобы попробовать плов. Прошло 20 минут. Я выключила газ. Еще 5 минут я дала плову отдохнуть. И теперь скорее сервируем его на тарелку. Давайте скорее посмотрим, какой красивый плов у нас с вами получился. Яркая морковка. Рассыпчатый булгур. Это то, что нужно для замечательного, полезного и простого в приготовлении ужина. Сегодня мы с вами узнали, что плов можно приготовить за полчаса из куриного филе и грудка. В таком рецепте, при таком способе приготовления не становится сухой. Она становится замечательной, сочной. Впитывает в себя ароматы специй. Просто восхитительный плов. Мы приготовили за полчаса. И, конечно, что немаловажно, такого объема на нашу семью из 4 человек хватит на 2 ужина. А это значит, что на следующий день мы приходим с работы, достаем из холодильника ужин и наслаждаемся им. И не тратим время, которое мы можем посвятить себе и своей семье. Если вы любите булгур, быстрые рецепты, то поставьте, пожалуйста, лайк. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, быстрых, простых и полезных ужинов.